только приехала домой сейчас время практически уже 9 часов жутко устала как обычно ну потому что это уже нормально это уже стало традиции за все вот эти вот дни что я здесь нахожусь потому что действительно много приходится ходить я уже говорил до 15000 шагов я спокойно там за три за четыре часа преодолевая то есть в общем надо путешествовать больше а сегодня была экскурсия выборг и конечно да мы там очень много ходили сейчас покажу вам что я там приобрела для тех кто ну возможно туда поедет это такие небольшие рекомендации для путешественников во первых знаменитый выборгский кренди тут аж целая инструкция на обороте ее нужно обязательно читать они запаковывают вот такие вот пакетики и соответственно он еще сверху закрыт я думаю что кренди этот до москвы не доживет я уезжаю уже завтра 7 числа вот поэтому наверное я думаю завтра у меня на завтрак простить за тавтологию будет выборгский кренди летчик с кофеюшкой по моему хороший завтрак ну и конечно же как я могла пройти мимо пиво его называется усадебная она тоже у них вот заворачивается вот такие пакеты бумажные здесь я так понимаю что то есть из про состав и про все остальное это или вот это сумная стала то вот этот по моему светлый и варят их вот там же в усадьбе садьбу бюргер называется магазин сувенирный ну соответственно тут ничего нет никаких этикеток вот потому что есть вся информация вот на этих фирменных пакетах соответственно я их увезу в москву и там же непосредственно в нормальной такой обстановке домашней продегустировать ну и соответственно магнитике купила в той же лавке магнитике достаточно дорогие потому что это авторская работа вот эта керамика это название города выборг на афинском и соответственно латиницей а вот это вот по моему береста либо береста либо просто очень тонкая фанерка но мне кажется похоже на береста если честно вот симпатичная такая роспись это авторская роспись делают по моему студенты художественного училища ну я не знаю мне показалось так интересно там еще очень много разных мотивов есть например допустим керамика в виде совы керамика в виде кошек ну блин вот как обычно все опирается в деньги хочется все взять и в итоге понимаешь что все это потом вести так что вот выборский крендель возвращаясь к нему это же один из символов выборга и на самом деле вот этих вот кренделечных там очень много а если вы будете выборге зайдите может быть даже вот не сама вот эту вот усадьбу бюргера потому что там он стоит 150 рублей я не знаю может быть если походить посмотреть можно найти подешевле вот там где стоит памятник основателю выборга по моему кнутся нам кажется на там соответственно такая площадь небольшая и непосредственно вот на первом этаже там тоже есть кренделечная зайдите посмотрите может там будет стоить дешевле ну в общем я даже не открывал еще не смотрела вот как они его запаковали так я его с собой и повезла до усадьбы бюргера инфоцентр выбор гид называется выпекают они там себя по каким-то там общем определенным рецептом нам вообще гид рассказывала что был один соответственно зажиточный бюргер который как бы как раз и начал эти крендели выпекать но затем секрет был утерян а вообще первоначально выпекали их монахи если так если действительно как бы слова о тех кренделях про который вот нам рассказывать что это очень вкусно что это там просто ум отъешь что монахи неплохо желе хочу сказать вот завтра попробуем и узнаем вкус монахов ребят ну и как же я вас оставлю без традиционные вечерние ипы ну или вообще без традиционного вечернего пива пока находимся в питере я считаю что нужно пить питерское пиво братья карамазовы и по сегодня у нас будут на дегустации очень такое своеобразное оформление в стиле авангард анархия анархия в каждой капли ну окей хорошо крафт брю риотс так сейчас прочитаем данные о производителя знать что у нас тут пивоварня крафт брю правец до город санкт-петербург пиво светло пистеризована нефильтрованная осветленная карамазовы brothers и по так у нас что здесь варены по заказу тра-та-та-та-та-та состав вода питьевая солд пивоваренный ячменный светлый ячменный карамельный хмели продукты экстрактивность начального сусла 15 5 значит будет достаточно такое плотненькое пиво так 7 и 2 процента крепости достаточно очень-то крепкая и бу 70 ну то есть она будет не такое ядерное как вот то да был и по которой я пила в первый день от василия островского пивоварня это лятного вот но она будет достаточно очень-то крепенькая по сравнению допустим с тем что пилось позавчера там где и был было всего 27 это прям вот будет улова я собственно с этим пивом знакома потому что пили мы его с андреем в прошлый раз прошло наш приезд вот и она нам тогда понравилось но поскольку сегодня мы сравнивать его будем с другими видами и по соответственно нужно будет иван иван а я не помню в тот раз была такая же этикетками нет написано иван ну ладно по моему этикетка одна и та же у них они по моему не разделяются на какие-то под виды вот соответственно поскольку мы будем сравнивать с другими видами и по я думаю что это будет интересный батл поехали как и у остальных производителей не откручивается пробочка нужно обязательно воспользоваться пивным гаджетом мне уже нравится цвет хороший такой насыщенный янтарный цвет сейчас подожду немножко пока отстояться пеночка и начну дегустировать параллельно смотрю comedy club по-моему я его не очень хорошо охладила мне кажется ну смотрите однозначно по сравнению с той ипой который василия островская дабл она прям очень такое она помягче прям помягче и не ощущается что это вот именно 70 ибо я напомню ибо это единица горечи то есть это классификация по интернешнл битнес биттерин по моему юнит за международная классификация горечи человеческие рецепторы вкусовые они в состоянии распознать там до 180 единиц вообще по моему выпивают как раз от 6 по моему самая горькая по моему и по сейчас до сегодняшний момент выпускает по моему 162 кажется ибо я могу ошибаться самая горькая то что всего то что я пробовала в питере это было как раз туда был и по там было по моему 120 ибо если я не ошибаюсь 70 ибу на этом фоне это очень даже приемлемо такой протяжные послевкусие горчинка есть тоже деликатная однозначно чувствуется такая смола сосновая есть цитрус и что-то тоже медовая опять же вот мед это вот то что роднит почему-то все ипы там не всегда может быть что-то цветочное а вот медовая например чувствую всегда что что очень вкусно очень возвращаясь да как бы к вопросу по сопровождению этого пива снегами и тому подобным мне кажется и по не тот напиток который стоит чем-то заедать это такое самодостаточное пиво которое нужно пить все-таки соло и точно уж мне кажется да не подойдут какие-то вот именно такие соленые рыбные закуски мне кажется все таки нет я вчера еще думал еще по поводу да может быть вот я там рекомендовала даже к одной и пи муксуна допустим до копченого то что мне кажется что поскольку яркий пикантный вкус напитка то соответственно и закуска должна быть такая теперь я что-то подумала мне кажется будет сложновато потому что и по это тот напиток которым как правило можно напиться с одной ну максимум 2 бутылок опять же да как бы смотря какого вас целью ужираться и по я не рекомендую это не тот напиток который вот стоит просто вот залить себя да и лишь бы шары как бы наполнились нет им нужно наслаждаться это пиво для души однозначно шикарно мне прям очень нравится мне особенно нравится значит что что здесь очень протяжная такой послевкусие она прямо долго остается на языке это такая какая то вот знаете вот я не знаю как у мелодии иногда отзывки такие бывают очень прям вот не импонирует такой подход шикардос 5 из 5 однозначно рекомендуем если где-то увидите берите без разговоров еще раз продемонстрирую бутылочку вот так вот она выглядит такой авангардный дизайн братья карамазовым это это крафт брюраец санкт-петербургская пивоварня зачет зачетный пивосик просто шедевр вот еще одна причина почему каждый день вы скорее всего не сможете наслаждаться этим напитком потому что на все-таки кусается все-таки крафт и стоит он 109 рублей за бутылку если вы найдете это пил по акции где-нибудь я не думаю что его цена пустится ниже 80 до 75 для большинства это может оказаться для некоторых точнее это может оказаться очень достаточно недешевый не невысокой стоимость мне не самый приемлемый так ну и завершая собственно в общем-то дегустацию питерских и мы переходим к амстелл и по да это питерская и по почему потому что это объединенный пивоварни хайнакин и которые находятся они соответственно боже мой я думала что это крейсер аврора но нет аврора отсюда очень далеко я не знаю что там такое постоянно в течение последнего получаса прямо раздаются вот таких хлопки это явно не петарда что-то страшнее значит там стал и по это объединенный пивоварни хайнакин находится в санкт-петербурге на улице тельмана поэтому да это питерская и по я сразу что хочу сказать хочу выразить респект и уважуха отдела маркетинга хайнакин почему они не стали выдумывать а-ля новый крафтовый бренд они поступили совершенно честно к потребителю и это дополнительно с моей точки зрения им дает бонус в качестве как бы лояльности отношению клиентов почему потому что сразу видно что это за бренд уже как бы да есть опыт знакомства с этим брендом уже понимаешь чего от него ждать просто крупно написали то что это и по молодцы супер замечательно указано какие виды соответственно солода использовались это цитра это и куанод и это мозаик значит и бу 27 то есть тоже будет такая достаточно слабенькая она будет гораздо слабее скорее всего братья карамазовых алкоголь пять с половиной то есть очень такое такая лайтовая общем-то типа мне очень импонирует на самом деле в принципе вообще маркетинг для которые используют амстал ну вот смотрите их традиционный вот этот вот лозунг с уважением дружбе и пиво если вы видели рекламу где один из друзей дает другому стакан бокал пива и просит подержать пока он соответственно посещает комнату счастья проходит года вдруг все также стоит обрастает соответственно бородой и на него я не знаю там все невзгоды испытывает точнее во все невзгоды там виде там дождя снега и всего остального он также сохраняет верность дружеским традициям это кровь так с 1870 года мы смотрели для вас это светлый эльц применение технологии сухого охмеления уникальное сочетание трех сортовых мира дает насыщенный вкус яркий аромат с нотами цитрус и тропических фруктов горечь 27 ибоумеренная дрожжи верхового брожения плотность 13 процентов ну хмель я уже прочитал да и я сказал что это соло прости за речь бога это хмель сухое холодное охмеление пиво светлое пистеризованное вода питьево очищенная соло пивоваренные ячмейные светлые карамельные соло джон и соло хмель и хмели продукты единственное что что мне не очень нравится честно говоря то что этот производитель экономит на объеме потому что за принципы демократичную стоимость 59 рублей вы получаете не 0 5 а 0 450 это нужно знать не дали в 50 миллиметров если кто-то забыл у меня был вообще обзор на амстелл у меня пиво амстелл в принципе нравится я не скажу что я прихожу прям бешеный восторг вообще от него но тем не менее считаю что вполне приемлемо и пить его можно амстелл это не что иное как название реки амстелл в нидерландах голландии там была рыбацкая деревушка вот на берегах этой реки амстелл ридат по моему назывался соответственно вода из этой реки она использовалась для варки пива поэтому собственно не стали далеко ходить амстелл это название реки все что вам нужно знать что наливаем опять янтарный чистый такой совершенно цвет очень нравится и по в принципе все отличает небольшая пенка такая достаточно очень-то умеренная карбонизация очень лимонадный вкус яркий цвет прозрачный чистый а прям лимонадный вкус я бы сказала бы что это пиво для девушек все-таки я не очень люблю разделять по гендерному признаку потому что например допустим да мои вкусовые пристрастия наоборот лишний раз доказывает что я видимо должна была родиться мужиком прям таким прям мужиком там с бородой все дела с учетиной но это прям очень легкая я считаю что она прям очень лимонадная очень легкая и ну как-то вот ибо 27 я бы не сказал что именно 20 такой еще не буду 15 силу может быть явно чувствуется явно чувствуется нотки грейпфрута цитруса совсем чуть-чуть травы в послевкусии прям чуть-чуть вот настолько прям чуть-чуть что вообще можно сказать ее там и нет вот тем не менее пиво питкое и я думаю что его можно выпить больше чем одну бутылку но мне не очень нравится честно говоря послевкусие оно какое-то такое полу химическое как будто бы как будто какое-то неестественное если честно на мой взгляд знаете даже что-то такое проскальзывает похожее на сидоровые нотки вот я говорю то что фруктовый однозначно есть но я пока вот распознала только цедру лимона и грейпфрут но мне кажется что это похоже на яблоко причем на зеленое яблоко из однозначно есть если вы любите сидор если вы поклонник шампанского допустим мне кажется вам это пиво понравится честно говоря не совсем моё то есть на любителя но собственно с другой стороны допустим и волковской и по которой в общем-то я люблю она тоже любителя я поставлю этому пиву три с половиной может быть четыре не потому что она плохое потому что мне не совсем она заходит тем не менее цена 59 рублей для крафтового пива опять же понятное дело что это народный крафт и для в общем то более-менее такого приемлемого состава и вполне качественного продукта я считаю это более чем поэтому да можно рекомендовать вполне если кому-то нравятся такие легкие лимонадного типа ипы пожалуйста вот амстер и по еще раз покажу бутылочку я думаю вам зайдет пейте ура я нашла как закрепить штатив поэтому смогу вам даже продемонстрировать процесс наличия пива решила первоначально может быть стоит остановиться на амстере но душа просит развернить душа в гармошку поэтому продегустирую для вас волковскую ипу сразу скажу что это пиво я люблю пью его достаточно часто в москве и чем она отличается от двух остальных сегодняшних игроков на пивном батле она не осветленная то есть это будет скажем так как же он называется нефильтрованное господи нефильтрованное пиво то есть там будет присутствовать такой мутноватый цвет его который не проходит фильтрацию сохраняет оля вроде как сохраняет больше своих полезных и не очень полезных веществ закусываясь михалапеньо из бургер кинга если кто-то еще не успел попробовать эту новинку а также очень вкусный соус пармежана тоже если кто-то не пробовал попробуйте он почти как сырный но гораздо вкуснее очень-очень и так что мы имеем я уже налила цвет такой да хотел сказать цвет бедра испуганной нифы но нифига это мой любимый цвет моча молодого осленка почему то что несколько мерами понятно и так творческая лаборатория волковской пивоварни производительного смытища соответственно волковская пивоварня московской области матища вокзальная площадь будет понятно кому правильные претензии если вдруг что-то не так значит смотрите пиво достаточно крепкая алкоголь 5 9 указано на этикетке мне очень нравится у этих ребят вообще подход к дизайну я обращаю внимание на этикетку все равно потому что этикетка это первое что выделяет пиво когда вы проходите там допустим потому что там машину да где просто шкафы огромные с этим пивом стоят нужно чем-то выделиться чем выделиться соответственно внешним видом написано что это пиво без фильтрации здесь есть флажочек далее значит экстрактивность начального сусла 14 процентов а вот и бу я здесь что-то не вижу это кстати смотрите еще какой момент это версия 3 тоже это указано на этикетке потому что самая первая версия которую ребята выпустили она была ну грубо говоря пилотный они только начинали тогда выпускать крафтовое пиво они дорабатывали эту рецептуру постоянно во второй версии они доработали учли там соответственно ошибки исправили их и вот считается что вот третья версия она одна из самых удачных то что по крайней мере 4 я нигде не видела но никто не говорит о том что не ведется работа над этим состав вода питьевая салат пивоваренный ячмены пшеница хмель и продукты пивные дрожжи алкоголь 5 и 9 это я уже прочитала не могу найти нигде где ему нужно могу стать быть же где-то же где-то же должно же быть же где-то же оно нет видимо нет зато блин про то что это пиво опасно для майонерной системы они не забыли упомянуть дорогие мои блин для майонерной системы опасно не алкоголь опасен а жизнь в россии ладно смотрите обращаю на себя внимание да то что 40 450 миллилитров то есть 0 45 литра не долив как и в случае сам столом мы имеем ладно переживем это все мелочи с вами с миром революции правильно же давайте пить ваше здоровье учитывая как бы что это все-таки крафт несмотря на то что он такой народный крафт то что ребята во первых творческие к этому подходят и пытаются соблюсти вот этот баланс между вот именно подходом авторский потому что крафт всегда изначально это все-таки авторская пиво это пиво не похоже на все остальные это не то магазин из санина я об этом миллион раз уже говорил своих обзоров которые как бы есть пятерочка в магните да я считаю что по цене 59 рублей в данном случае и это без акции непонятно почему такая цена вот так получилось я считаю что их усилия они должны увенчаться успехом они должны быть соответственно оценены по возможности потребителям но собственно в общем то что я сейчас и делаю воздаю должное их усилия и вы знаете усилия хорошие на самом деле они вполне заметные они вполне адекватные и это не вот сделано вот ругаться нельзя матом ну я не знаю кому как предыдущие пиво который дегустировал амстол на мой взгляд она все-таки слишком такой девчачья она слишком вот лимонадная уже говорила об этом мне по душе больше вот именно брутальное пиво мужское пиво я люблю яркие ароматы я люблю яркие пикантные вкусы я люблю горчи опять же горчинка все-таки должна быть такая прям вот ощутимая с одной стороны с другой стороны она не должна затмевать вкус самого пива потому что иногда бывает такое что кроме горчи ты ничего больше не чувствуешь и например допустим вот этот вот хмель цитра в составе его сейчас используют вообще многие производители его используют магматы шмели оказывается его используют бренд треугорная тоже кстати вообще любимая мною марка московской пивоваренной компании по ум если не ошибаюсь что мне нравится волковской пивоварни точнее выпи от волковской пивоварни здесь на мой взгляд идеальное также сочетание именно и фруктовой составляющей и травяной потому что выпив сюда много травы но это обусловлено конечно же в первую очередь именно теми видами хмели которые используются но также еще и водой я не знаю честно говоря откуда берет воду молковской пивоварни но поскольку как бы это объединенные пивоварни хайнакин понятное дело что это скорее всего что-то местное местечковое поэтому возможно я буду не объективно но волковская пивоварни это то пиво которое всегда в принципе готова пить не все далеко далеко не все виды потому что например допустим порт артур портер портер который их называется порт артур если бы точнее вот он у них чрезвычайно горький во первых и такое ощущение будто он просто выделан тупо на черном хлебе очень горький и очень какой-то странный рыбный привкус а вот ипу от волковской пивоварни я в принципе всем рекомендую и в общем то мне кажется также идеальное соотношение цена-качество в общем ведь правильные напитки ребята как я обычно говорю в конце каждого обзора